снова здравствуйте дорогие друзья у нас очередная такая интересная посылочка посылочка пришла по моему за 12 дней емс почтой по названию вы уже поняли что я здесь заказывал сейчас давайте аккуратненько попытаемся открыть и посмотреть что нам там пришло до ножик сломан не могу поддеть вот такая вот коробочка так это я наверное тут уже вскрыл так хотя китайца просил вскрыть проверить но ничего здесь не скрыто и не проверим будем проверять сейчас вместе с вами что вот такой вот видеорегистратор автомобильный gps приемник база стационарных радаров обнаружение радаров типа стрелка робот автодория радар-детектор с лазерным приемником запись происходящего full hd вот вот такие вот характеристики указаны на коробочке кому интересно читайте смотрите снизу ничего у нас нет ну что вскрываем смотрим комплектность непосредственно сам наш приборчик такой увечистый я вам скажу все заклеено пленочкой м 600r вот так это все дело у нас выглядит красиво mar box такое очень приятное покрытие типа soft touch ну просто просто нежное покрытие не знаю как он будет в работе но по ощущениям просто суперская вещь так отложим в сторонку так что у нас здесь есть далее непосредственно питающий кабель от прикуривателя вот так он выглядит с кнопочкой хотя конечно я хотел бы лучше чтобы здесь был usb выход такой заглушки есть по моему вот такой вот разъемчик я считаю крайне неудобный если что-то где-то хрен его наверно найдешь лучше бы сделали micro usb или хотя бы mini usb ну да ладно так хотя минимум в самом приборе от насколько понимаю есть но через него по моему прибор не зародишь вот mini usb это видимо для подключения к компьютеру чтобы не доставать флеш флешку флешкарту и записывать на компьютер комплекте два предохранителя комплекте имеется присоска держатель вот такой вот держатель с насколько я понимаю быстро съемом и с вращением до очень быстро все подключается и да и вращается если надо инспектора мы делаем круть и все и разговариваем с инспектором так вот это все дело выглядит у нас красиво отлаживаем сторонку пришел также подарочек такой меня этих переходничков не знаю уже валом такой переходничок под micro sd карту сюда его пакетики нам пока не нужны пришел также кусочек тряпочки для протирания линзы объектива и соответственно дисплея я так понимаю так то я пошел в пакете пока положим так что у нас здесь гарантия вот кому интересно читайте и непосредственно инструкции инструкция очень классная на русском языке вот так это все выглядит давайте я как всегда сделаю вам покажу всю инструкцию я просто уверен что многим людям это будет интересно посмотреть и все вот такая у нас инструкция так сбрасываем все этот хлам макулатуру в коробочку значит что я сделаю сейчас сейчас я немножко поразбираюсь с ним чтобы вам немножко показать и рассказать про функционал потому что я первый раз его держу в руках со всеми остальными регистраторами как-то все просто там все как-то одинаково во всех практически а здесь не надо самому немножко покрутить чтобы рассказать вам все пока до встречи хочу показать вам маленький обзорчик функциональность данного регистратора мару бокс м 600 и начинается у нас с его включения вот у нас прикуриватели установлен наш адаптер здесь по ходу просто идет напрямую 12 вольт без всяких схем и плат включаем его и смотрим что у нас получается вот так у нас запускается извините что такая съемка но на улице сильно ярко камера фокусируется на себя и так наш регистратор представляет собой комбо устройство три в одном это у нас регистратор плюс радар-детектор и плюс gps значит имеются у нас функциональные клавиши с этой стороны слева три штуки вот у нас включился поймала спутники функциональные клавиши с этой стороны три штуки и сверху у нас если вы видите вот есть функционально 1 и 2 значит это включение выключение это остановка начала записи так нажимаем кнопочку сразу для того чтобы идти войти в меню нужно нажать кнопочку окей и среднюю кнопочку м нажимаем для входа в меню у нас есть громкость ограничение скорости трасса ограничение скорости город автоприглушение можно включить выключить и диапазоны наши можно в каждый диапазон включить либо отключить превышение скорости общая это когда мы задаем допустим я ездил по городу установил 60 километров в час и при малейшем превышении даже 61 километр нам сигнализирует что мы превышили скорость дальность gps это устанавливается либо автоматический режим то есть мы можем выбрать либо перебираем от 400 метров до километра то есть все зависит у нас от скорости движения чем больше скорость тем дальше нас будут будет предупреждать так следующий у нас следующий пункт режим осл осл это при наличии на трассе камер устанавливаем ограничение то есть если мы превысили скорость свыше 10 километров от установленной нам будет наш радар сигнализировать значит здесь gps можно выбрать нам радар плюс база можно выбрать база чисто по базе ездить и чисто по радару у меня установлено радары база следующая настройка это удалить все по ей но мы нажимать ее конечно не будем итак следующий пункт меню это настройки у нас камеры и так разрешение мы имеем 920 на 1080 1920 1080 1280 720 60 5700 23 и и опять же наше разрешение выбираем наше разрешение vdr что такое vdr это высокий динамический диапазон то есть камера делает два кадра при котором у нас самые темные участки осветляются самые светлые затемняются получается картинка четче метка времени у нас включена но это понятно всем так циклическая запись мы имеем от 1 1 3 5 минут я установил одну минуту тестовом режиме так сказать и также сенсор я поставил самый низкий так как если настроить выше чувствительность то при каждом хлопанье дверью багажником капотом и так далее у нас срабатывает сенсор видео записывается в нестираемую область памяти сохраняется тем самым у нас остается очень мало места для непосредственно самой записи дороги так у нас вышла камера так видите остановить запись перед тем как войти в меню так у нас был режим этот остановились мы на же сердце датчик движения включить выключить если мы включим датчик движения у нас будет камера записывать как только увидит движение какое-либо я его выключил пускай пишет постоянно так запись звука включена и gps треки включены gps треки это наложение карты когда вы будете просматривать проигрывать или наложение карты на самом виде на само видео так дальше едем дата-время всем понятно можно не устанавливать как только ловит спутники если вы правильно установили временной так как сказать временной диапазон или короче gmt плюс 3 нужно установить как на нашего региона и для россии принципе время автоматом у нас будет через gps установлена правильная так частота я поставил авто но можно поставить принципе у нас используется 50 герц давайте установим 50 герц экспозамер у нас есть по центру как сейчас установлена есть усредненный и есть по моему точечный да и точечный я ставлю по центру так отключение дисплея через три минуты также здесь есть у нас одна минута 15 секунд и выключена пять минут еще есть три минуты опять то есть по истечении трех минут если какое-то бездействие просто это экономия энергии экран тухнет но все продолжает работать сигнал кнопок включен здесь можем задать свой номер автомобиля метка скорости включена то есть на у нас показывается на самом радаре с какой скоростью мы едем вот часовой пояс о том что о чем я говорил не знав просто забыл как называется устанавливаем плюс 3 и у нас время само автоматически подключиться правильно настроиться так поворот изображения мы можем перевернуть наш на экран на 180 градусов язык установка русский и английский больше нет языков сформатировать карту и настройки по умолчанию все настроек здесь больше нет так выходим из нашего меню немножко расскажу про функционал значится у нас средней клавишей с этой стороны мы можем приглушение звука включено и наш значок показывает что проглушение выключено здесь мы этой кнопочкой нижней можем менять режим работы у меня состоит трасса вот так это все работает верхняя кнопка мы можем включать в любое время и отключать дисплей так что касаемо кнопочки здесь вот есть кнопочка вверх не знаю вам видно не видно должно быть видно то есть при движении не менее 5 километров в час если у нас в базе данных нет какой-либо камеры камеру установили свежую мы зажимаем это вот кнопочку вверх держим несколько секунд и у нас появится на дисплее плюс по и что обозначает что данная . добавлена в базу данных так что нам еще здесь рассказать значит по значкам ну по значкам я думаю все здесь понятно то есть первый значок у нас отключение включение проглушения потом значок антенна это если он перечеркнут красным gps нет настоящее время у нас gps подключен запись звука микрофончик у нас если микрофончик они запись звука отключена карта памяти у карты памяти у значка есть такой своеобразный не знаю вам видно не видно то есть по заполнению карты памяти у нас получается шат зелененьким горит потом будет гореть желтеньким сверху и если уже карта заполнена будет гореть постоянно красным и наша розетка соответствует тому что у нас прикур у нас регистратор подключен в прикуриватель и обеспечен питанием практически все я наверно вам рассказал основное у нас на дисплее показывается также куда мы куда мы движемся то есть это в верхнем левом углу у нас горит буква с значит мы едем на север в данном случае мы стоим и показывается у нас скорость я проехал по видео сделал проехал сделал видео с тестом как работает сам радар-детектор на камеру у нас в окрестностей есть только одна камера и тонна установлена 17 километрах от моего города это в городе несвеже так называемый робот дальше по видео будете смотреть я все это приклею как это все работает то есть я проехал спереди камеры и сзади камеры сзади камера ехал с маленькой скоростью в основном стоял камера была сразу слева поэтому нас предупредила незадолго до самой камеры была очень маленькая скорость порядка 2-3 километров в час я как уже упоминал чем больше скорости если у нас стоит автоматический режим предупреждения чем больше скорость тем дальше нас предупреждает чем меньше скорость соответственно в автомобиле тем предупреждает за меньшее состояние до камеры регистратор имеет вот такие вот еще особенности как здесь можно немножко отпустить винт и у нас он будет работать вот так а также если у нас инспектор какой-то подошел у нас легко поворачивается пожалуйста на инспектора вот наверное все что данным по данному регистратору такого интересного здесь есть базы данных постоянно обновляются ссылочку на сайт с базами данных то есть прошивка я вам оставлю под видео это сайт maru box . су вот я тоже приобрел эту камеру и сразу же сделал обновление прошивки прошивка обновляется очень просто берем карту фар памяти форматируемый ее на компьютере после чего забрасываем нашу прошивочку вставляем карточку включаем камеру она прошивается но не забывайте сразу после того как прошьется камера извлечь карту и отформатировать ее на компьютере потому что у вас будет постоянно постоянно найти прошивка если вы не удалите файл прошивки также хочу отметить что на карту памяти записывается player для просмотра на наших записей на котором долг должна быть карта и gps координаты и скорости с какой и где мы двигались я установил этот плеер на трех компьютерах на трех компьютерах у меня он не пошел то есть видео работает но карты почему-то не загружается вышел я из положения установив другой player player очень хороший функциональный всем всем буквально советую использовать только этот плеер ссылку на данный классный плеер я оставлю под видео там этот плеер короче если вы забрасываете файл из регистратора просматривать этим плеером он сам отбирает файлы зос за сутки их склеивает в один в один кусок то есть просматривать очень удобно не надо переживать перебирать каждый файл очень да еще раз напоминаю что советую вам этот данный плеер дашкам по моему называется player что-то в этом роде вот на котором все прекрасно работает работает карта видно где мы ехали с какой мы скоростью двигались так хочу продемонстрировать вам работу плеера который вшивается при прошивке в карту памяти и при установке новой карты памяти регистратора значит вот такой у нас player вот смотрите что у нас получается запускаем файлик наш то есть у нас карта не привязывается но наблюдайте за компасом компас работает следовательно gps подключен кто может сказать что у тебя gps не подключен gps подключен был все отлично но карта не привязывается может у кого-то все нормально я пробовал на трех компьютерах не работает и больше тут функционала никакого нет ну понятно что шкала есть там g-сенсор по ходу есть тоже больше ничего теперь я вам хочу показать плеер дата кам я видео говорил дашкам но плеер дата кам вот такой нас плеер там какие-то таблички выскакивают непонятные давайте откроем какой-нибудь файлик посмотрим что нам покажет вот я отъезжаю то есть здесь сейчас клейка идет за сутки как то вот так это все работает как видите карта на карте все указано куда мы ехали как мы ехали куда мы едем и как мы едем вот такой вот еще у нас функционал есть мы можем вот таким способом масштабировать и видеть номера машин то есть номера читаются качество съемки не скажу что супер но отличная вот давайте дальше проедем поймаем еще нам эту машинку вот масштабируем ни в одном плеера так не сделаем как в этом все прекрасно все отлично давайте файлик попробуем еще какой-нибудь открыть для пущей уверенности показывать у нас gps показывает все так где мы тут едем непонятно вот на светофоре допустим вообще красота можем масштабировать сколько угодно и как угодно тут вот показывает опять же компас опять же скорость показывает в определенный промежуток времени если мы включим и поедем со светофора у нас будет и показывать и скорость вот и на карте соответственно у нас показывается наше движение то еще работает очень отчетливо и отлично он знаки все видно ночное время номера у нас у наших машин как вы заметили сильно много белого фона очень идет большой засвет но номер разобрать можно как-то вот так так вообще четко допустим будет если фары ушли под номер то есть очень рекомендую вам использовать для любого виде регистратора gps приемником вот такой вот плеер все теперь переходим посмотрите как работает у нас радар детектор вот единственная камера к сожалению остальные находятся далеко на трассе но туда я пока не собираюсь но в принципе я работой пока что доволен не знаю сколько долго и как проживет этот регистратор прошлый меня прожил четыре года я был им очень доволен брал тоже в китае вот кстати я вам покажу вот такая вот штука очень классная записи с него были очень все классно и но как-то супругой как-то супруга ехал с обеда на работу и упомянул что уже четыре года как работают меня данный регистратор без проблем и он в этот же день в этот же день у меня накрылся что еще не делал разбирал смотрел ничего не понятно но штука классная марка ну он правда без марки без ничего ладно отъехали от темы все короче смотрите видео а да кстати видео дневном в дневное время и в ночное чтобы не переживать на чтобы не переживать youtube этим всеми редакторами я брошу как всегда под видео ссылочки качайте смотрите что касаемо видео ну конечно всегда хочется запись какую-то лучше чтобы было но запись более менее достойная то есть при желании можно разобрать и номера и все на свете ну в ночное время конечно у нас номера белые у машин очень сильно отражают свет бывают и засветы а днем все отлично принципе видно все всем спасибо всем пока еще раз напоминаю дальше у нас будет видео о работе радар детектора подписываемся на канал не забываем все ссылки на товары на все на свете на как на видео как я говорю все под видео всем пока удачи с наступающим новым годом всем здоровья и до новых видео это ограничение скорости 50 примерно метров через двести вот скоро покажется знак начала населенного пункта не свежки на предупреждающие приближение камеры так называемому роботу пока у нас тишина и база данных не самого вот есть есть как видите все взяла но это видимо взяла чисто из базы данных хотя точно я не скажу и приближение метр в метрах вот слева у нас камера сейчас мы опять подъезжаем к той же камере только с другой стороны посмотрим как нам просигналит наша система дима никак нам просигналит наша система наша справа камера и у нас нет вот показалось это уже сработала радарная часть так что все получается у нас работает четко и аккуратно и 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